МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ликвидация товара продавцу на китайском рынке с масштабной распродажей помогли приставы. Виртуозы Москвы в Хакасии, дирижер Владимир Спиваков и государственный камерный оркестр дали единственный концерт в Абакане. В столице Хакасии стартовал отопительный сезон. Сегодня утром абаканская ТЭЦ заработала на полную мощность и обеспечила условия для того, чтобы управляющие компании смогли начать подключение жилых домов. К слову, сегодня уже потеплело в социальных объектах города. Насколько быстро нагреются батареи в конкретной квартире зависит только от ЖЭКов. Коммунальщики должны самостоятельно подключить каждый дом к системе, а их в республиканской столице без малого тысяча. В любом случае управляющим компаниям на всё про всё дано несколько дней. До четверга задача полностью подключить весь жилой фонд. В ближайшее время в личных хозяйствах Хакасии станет больше сельхозживотных – таков прогноз специалистов. Сельчанам интересен в первую очередь крупный рогатый скот, поскольку именно за него платят деньги по программе сохранения и развития небольших деревень. На счета некоторых сельчан поступают довольно крупные суммы. Алексей Гончаренко продолжит тему. По условиям программы сохранения и развития малых сёл, то есть где жители меньше ста человек, теперь за каждую корову платят по 500 рублей в месяц из регионального бюджета. Сельчане говорят, что если честно, то до последнего сомневались, что корова может приносить ещё какой-то доход, кроме традиционного, за проданное мясо или молоко. У меня три коровы, я получаю каждую полторы тысячи. Это уже плюс ещё теляты. Это, конечно, хороший подспорь. Полторы тысячи в месяц получать, чтобы на те же отруби овёс, дроблёнку покупаешь. Где-то курицам перепадает. У меня дробилка есть, я покупаю овёс, дроблю сама. То есть получается и куры сытые, и коровы сытые. Программа действует с января 2013-го. Первые выплаты начались с июля. Сразу за полгода, то есть за одну корову, по 3 тысячи рублей. Раиса Кулемеева в Аскизском районе рекордсменка. А в её хозяйстве 30 дойных коров. А это 90 тысяч на личный счёт в банке. Но и забот хватает, говорит владелица большого хозяйства. Мы нынче сено тоже по косу плохие. Вот сейчас осенью и салон мы будем покупать, и сено будем. Это помощь нам, очень нам хорошо. Средства поступают через районный центр занятости. Здесь же оформляют заявление. Посчитали, получилось в 28 малых сёлах почти 130 получателей на общую сумму около 2 миллионов рублей. Платят не за весь крупный рогатый скот, а за определённую его единицу. Нетёлка, нетель, не бычки, чисто уже которые даёт, так скажем, потомство. Корова. В выписке по хозяйственной книге чётко написано строкой коровы. Во многих хозяйствах уже подумывают о том, как не только сохранить поголовье, но и по возможности приумножить. Говорят, в малых сёлах производства и рабочих мест нет, а доплата за корову – стабильный заработок. У меня сейчас две коровы, и вот третья тёлочка. И вот сейчас на следующий год она будет коровой, и вот за неё, если будут платить, то будем получать тоже 500 рублей. Деревня Улук-Кичик в Аскизском районе держится особняком. Она единственная, где все до единого местные жители отказались от финансовой поддержки. Теперь и сами, и не могут объяснить, почему. Люди отказывались, а за что, не знаю. Я своего друга просил, чтобы пошли оформить. Он говорит, отказался, и всё. Говорят, напугались какого-то налога. Теперь выяснили, ничего подобного нет. И тоже хотят поспешить вступить в программу. Она пока рассчитана на три ближайших года. Алексей Гончаренко, Антон Михайлов, Вести, Хакасия. Накануне юная автоледи из Абакана оставила без света одну из центральных улиц. Девушка, спасаясь от погони ГИБДД, снесла стол посвящения, разбила машину и попала на больничную койку. На кадрах камеры наблюдения видно, белая иномарка пролетает перекрёсток, но не вписавшись в поворот, машина таранит столб. Как оказалось, за 22-летней водительницей гнались автоинспекторы, поскольку она не остановилась по их требованию. К слову, авария случилась практически напротив республиканской ГИБДД. В результате, часть улицы Ярыгина на время осталась без света, а виновница с переломом бедра госпитализирована. Допросить её инспекторы ещё не успели. Взят анализ крови на алкоголь. 8 человек пострадали при столкновении иномарки с рейсовым автобусом в Абакане. ДТП произошло в минувшую субботу на улице Розы-Люксембург около 16 часов. Водитель «Хонда» выехал на встречную полосу, где лоб в лоб столкнулся с автобусом марки «ПАС». В салоне автобуса были травмированы семеро пассажиров, но госпитализация потребовалась только виновнику аварии. В Ширинском районе мужчина нашёл в лесу ружьё, от которого пострадал сам и его супруга. Самодельный карабин, изготовленный из гладкоствольного оружия, мужчина принёс из тайки домой. Спустя несколько дней хозяин решил рассмотреть находку поближе, занёс оружие на кухню и начал разбирать. Эти действия не понравились его гражданской жене. Между сожителями возникла ссора, в результате которой женщина выхватила карабин и бросила его на пол. Произошёл самопроизвольный выстрел. Пуля попала в стенку печки, отрикошетила от неё и ранила женщину в бедро, а мужчину – в ногу. Оба доставлены в больницу. После лечения мужчину ждёт ещё и уголовная ответственность за незаконное хранение огнестрельного оружия. Закончено расследование по делу бывшего председателя Хакасского негосударственного пенсионного фонда Николая Бедарева. В ходе следствия установлено, в 2008 году председатель Совета фонда занимал руководящие должности в других коммерческих организациях. В целях извлечения выгоды Бедарев произвёл отчуждение пенсионных резервов в виде ценных бумаг. При этом предприятие, где он являлся учредителем и директором, извлекло выгоду в размере свыше 2 миллионов рублей. Тем самым были нарушены права более 500 вкладчиков на общую сумму около 32 миллионов рублей. В ближайшее время уголовное дело будет направлено в суд. Жизнь сквозь муки. Героиню нашего следующего материала после автомобильной аварии на протяжении 13 лет мучают приступы сильнейшей боли. Поставить диагноз абаканские врачи не могут. Пожимают плечами, хлопают дверью и отправляют женщину из одного кабинета в другой. В надежде привлечь внимание к своей боли, Людмила Митсукова обратилась в нашу редакцию. О своей жизни Людмила Митсукова говорит лишь в прошлом времени. В молодости занималась лёгкой атлетикой, затем каратэ. А когда появились дети, а их у Людмилы шесть, участвовала в семейных спортивных состязаниях. Сегодня женщина едва ходит. 13 лет назад её сбили прямо на пешеходном переходе. Тогда своим телом она прикрыла родную дочь, попав под колеса машины. Я сразу, видимо, как-то боли не чувствовала. Тем более у меня сразу-то была чисто опухшая нога, колено. Вот, обращалась в травмпункт. Но постепенно начались боли. Боли в левой половине нижней живота. Пьяный водитель так и не понёс наказание, а вот жизнь Людмилы Митсуковой пошла под откос. Боль с каждым годом усиливалась. Я не могу даже шевелиться. Более того, мне даже больно дышать. Приходилось искать такую работу, чтобы я вот пошла, отработала там какое-то количество часов, пришла домой, отлежалась. То есть мне приходилось уже где-то дворы мести, полы мыть. Работу пришлось сменить на кабинеты врачей. Три года непрерывного обследования. Однако точный диагноз так и не поставили. Каждый раз перед женщиной хлопают дверью со словами «Вам к другим специалистам». У меня есть такое ощущение, что просто врачи надо мной смеются. Сегодня на руках очередное направление, но уже в республиканскую больницу. К нейрохирургу. И снова в душе надежда. К каждому врачу раньше, когда шла, чуть ли не вмолилась. Господи, хоть бы это оказался тот врач, который наконец-то скажет, что у меня болит. Мне сказали, что вот этот нейрохирург. Закрытыми глазами определить свое заболевание. Впрочем, надежда оставалась недолго. Измученную пациентку буквально выгнали из кабинета. Причина, надо сказать, далека от клятвы Гиппократа. Как нам пояснили, известный в республике врач Владимир Хазеев обиделся на ошибку, которая сделала его коллега в направлении. Неправильно написала фамилию врача. Владимир Васильевич сказал, чтобы я шла назад к своему врачу и переписывала направление. Только после вмешательства нашей съемочной группы на прием Людмилу Митсукову все же записали. С острой болью она прошла без очереди. Врач даже поставил предварительный диагноз – двухсторонний артроз в области крестца. И посоветовал найти хорошего ортопеда. Впереди еще обследование. Между тем, без точного диагноза не ставят на инвалидность. А значит, и не выплачивают пенсию. Сегодня Людмила Митсукова живет за счет поддержки детей. И вновь копит силы на поход в больницу. У нас в Абакане девиз. В этом городе хочется жить. И поэтому, пожалуйста, всем врачам, будьте внимательны к своим больным. Ольга Сельмах, Антон Новожилов, Вести Хакасия. После капитального ремонта в селе Берегчуля с Кийского района открыли мост. Это единственное транспортное сообщение. Оно соединяет два берега, на которых находится деревня. Старый мост 1976 года постройки неоднократно ремонтировали. В результате одного из таких обновлений нарушили технологию. И за несколько лет переправа пришла в негодность. В августе же этого года жители попросили у правительства Хакасии помочь решить проблему. Строительство нового моста оценили в 9,5 миллионов рублей. При условии 5% от этой суммы выделяют сельский совет. Остальные деньги – Министерство транспорта. С работой справились буквально за полтора месяца. Муниципалитету удалось даже сэкономить. Лиственницу и сосну напилили из окрестных лесов. Новый мост, заверяют подрядчики, при должном уходе прослужит как минимум 30 лет. Он уже у нас будет на балансе. Будем подкрашивать. Это же не такое большое. Ну и как по проекту, раз в 6-7 лет вот эта одежда, она должна меняться дощатой на стил. Рекорд продаж мог бы продемонстрировать один из предпринимателей на китайском рынке. У мужчины за один день опустили прилавки. Впрочем, причина этого совсем не покупатели, а республиканские приставы. Уроженец Киргизии задолжал порядка 160 тысяч рублей в пенсионный фонд, налоговую и в кредитное агентство. Сумма копилась не один месяц. Исполнители нагрянули неожиданно в самый разгар рабочего дня. У торговца трикотажем пришлось изъять весь товар, более 100 наименований. Но даже этим весь долг не перекрыть. Сумма изъятого около 30 тысяч рублей. Дело в том, что судебным приставом-исполнителем были запрошены все регистрирующие органы. И на сегодняшний день из имущества данного должника только как раз вещи, которые он продавал. Дело в том, что он зарегистрирован в доме, где зарегистрировано очень много людей. Опять же, так называемый резиновый дом. Соответственно, он там не проживает, имущества там его нет. Впрочем, вернуть вещи торговец все же сможет, заплатив по счетам в ближайшее время. Иначе распродажей займутся уже сами приставы. Федеральный агитпоезд ЛДПР в рамках общероссийского турне проехал через Хакассию, сделав на территории республики три остановки. Самая продолжительная в Абакане. Однако наказы и обращения местных жителей депутаты собирали и в Аскизе, и в Бескамже. Валентина Ишмекова, мать-героя России. В 84-м ее сын Александр погиб в Афганистане. С тех пор пожилая женщина одна. Рассказывает, с каждым годом справляться с коммунальными проблемами становится сложнее. Я одинокая, одна единственная осталась. И мне ремонт квартиры нужен, пенсии мало. За квартиру, за свет очень много берут. Нет детских садов, чистой питьевой воды, высокие тарифы ЖКХ, плохие дороги. Это лишь малая часть из огромного списка проблем, которые волнуют сегодня жителей глубинки страны, причем самых отдаленных станций и маленьких населенных пунктов. А гитпоезд Жириновского специально останавливается именно на таких, чтобы потом можно было провести анализ реальной ситуации, сложившейся на сегодняшний день. ЛДПР отличается от других партий тем, что мы людям конкретную помощь оказаны, вплоть до конкретной адресной финансовой помощи, как, например, делаем сейчас на Дальнем Востоке. Задача любой фракции в государственном доме, конечно, носить и принимать законопроект. Поэтому, если люди обращаются с просьбой, с жалобой на какую-то норму закона, на то, что нужно какой-то закон отменить или, наоборот, срочно принять какую-то статью, какой-то новый пункт, то мы, безусловно, это немедленно сделаем. Уже в ближайшую сессию эти законопроекты будут внесены. Ответственность за это берут депутаты от фракции ЛДПР, которых в поезде 10 человек. Больше полусотни остановок уже сделано. Впереди еще почти 400. Крайняя точка – Дальний Восток, куда состав везет гуманитарную помощь. Длительность маршрута – 41 день. Абсолютный рекорд для агитпоездов. Главная задача участников которых – слушать и слышать избирателей. Причем не только своих. Юлия Константинова, Владислав Кустовой, 200, Хакасия. Всемирно известный скрипач, дирижер Владимир Спиваков и его коллектив Государственный камерный оркестр «Виртуозы Москвы» В минувшие выходные выступили в Хакасии. Единственный концерт, посвященный 20-летию Совета Федерации, прошел на сцене драмтеатра имени Лермонтова. В зале не было свободных мест. Посмотреть и послушать «Виртуозов» съехались жители из разных уголков Хакасии. Все два часа на сцене маэстро находился за дирижерским пультом. В прямом смысле слова управлял оркестром. В руках знаменитая Палочка. Ее в 80-х Владимиру Спивакову, тогда еще начинающему дирижеру, подарил уже всемирно известный Леонард Бернстайн, наставник Спивакова. По словам Владимира Теодоровича, с тех пор Палочка сопровождает его на всех концертах. Стала своего рода талисманом. В Хакасию артисты Государственного камерного оркестра «Виртуоза Москвы» привезли концертную программу, в которую включили музыкальные произведения, понятные каждому слушателю, даже непрофессиональному. В первом отделении со сцены звучали произведения Моцарта, Рассини, Бакерини. Во втором слушатели могли насладиться музыкальными произведениями в исполнении Алексея Никлюдова и Анны Аглатовой, единственной девушки в оркестре. Я получил несколько писем сейчас здесь. Здесь приходят люди, одна женщина пришла с сыном-инвалидом. Она не жалуется ни на что, ни у кого ничего не просит. Она просто счастлива, что мы приехали. Здесь не испорченные люди совершенно, не исполованные. Я очень люблю как раз маленькие города и приезжать в провинцию с большой буквы это слово. Свой коллектив, которому в будущем исполнится 35 лет, Владимир Спиваков называет второй семьей. Вместе каждый день, репетиции, концерты. В 79-го состав виртуозов полностью поменялся. Бессменными остались лишь два человека. В том числе дирижер, солист в одном лице, Спиваков. Руководитель всегда давал и дает возможность музыкантам право выбора. Сейчас в камерном оркестре виртуозы, которые хотят, готовы играть и играют на высшем уровне. Владимир Теодорович, как он сам говорит, не строгий руководитель. И в первую очередь это проявляется в возможности каждого музыканта импровизировать, а не слепо следовать партитуре. Так было и на этот раз, несмотря на долгий перелет, новую обстановку, усталость и непривычное для проведения концерта время – 16 часов. Публика не должна ничего видеть, как мы себя чувствуем, устали мы. Должно быть на сцене не видно работы. Тогда публике тоже легко слушать. Концерт пролетел как мгновение. Приятное, яркое и впечатляющее. Слушатели в восторге. Такого в маленькой Хакаси прежде не было. Мечта моя, чтобы идеальность спиваков со своими виртуозами играл на хакасской сцене. Вот выше, круче этого, наверное, просто уже быть ничего не может. Скрипка – это изумительный инструмент, который одну и ту же мелодию ведет, и она ее ломает, но при этом сохраняет. Такое ощущение, что она разбита и в то же время она едина. Это нечто. Я в восторге от того, что такой ансамбль. Ну, я много слышала о нем. Знала, что там собирается лучший из лучших. Там каждый человек известен на всю Россию. Мне так понравилось. Я себя, конечно, не считаю владельцем мира, но человека мира мне дали. Артист мира. ЮНЕСКО мне такое звание выдало. И золотую медаль Моцарта. Медаль Моцарта – высокая награда ЮНЕСКО, которую вручают за выдающиеся заслуги в области искусства самым виртуозным музыкантам. В России обладателей такой медали только трое. Музыканты Мстислав Ростропович, балерина Майя Плесецкая и Владимир Спиваков. Наталья Громашова, Антон Михайлов, Вести Хакасия. К этому часу у меня все. Напомним, смотрите новости и на нашем сайте. Вести.дефиз.хакасия.рф Не пропустите главного. Хороших вам вестей. Увидимся.